У меня будет три основных слова, вокруг которых буду сегодня стоить выступление. Как это? Московский аэроционный институт, мои. Первое слово это методология, второе слово это аналитика, и третье слово интеграция и IT-технология. Я буду показывать вам не цифры, я буду показывать вам подход сегодня. Навеян он нашей работой совместно с коллегами из Гелиопакса. Александр Алексеевич мне на третий год работы в начале февраля этого года сказал примерно следующее, что Алексей, хватит фигней заниматься, у вас там такой объем и багаж умных специалистов, давайте, делайте что-нибудь серьезное. И нужно, вот это слово, наверное, узнаете, да? Новая система опытничества, она, собственно говоря, Александру Алексеевичу могла предложена, что нужно по-другому закладывать опыты, потому что многие из нас ездят по мероприятиям и смотрят, а вот сколько там, 200 килограмм или 100 внести, а как внести, чем внести. Но очень сложно копировать чей-то чужой опыт, потому что он сделан, а, в других условиях, другой техникой, другой командой механизаторов. И вообще, внедряя технологии точного земледелия сейчас от Калининграда до Амурской области, мы видим, что нужно, внедряя новую производственную систему, обучать не агронома и не механизаторов, нужно учить всю команду. То есть сверху донизу все должны пройти какой-то там, не знаю, там, 10-часовой курс, вот, какой-то вводные какие-то вещи. То, что я сегодня буду показывать, у меня просьба не записывать, не фотографировать, потому что там вторая часть, которая касается гелиопакса, это научная работа, которая будет публиковаться, и нас научный отдел очень просил, чтобы эти кадры никуда не ушли. Все, я начинаю. Значит, вот это контура полей, у всех они сейчас, наверное, уже есть, они позволяют увидеть точные гектары, вот, но непонятно еще пока, что там с почвами. Вот, дальше, значит, у нас есть технология обработки спутниковых снимков, на входе зала могли видеть карту той части хозяйства, гелиопакса Агро-4, с которой мы работаем. Вот, у нас были тоже долгие, там, дебаты и притирки, как это все лучше сделать. Вот, и мы тот аналитический инструмент, который у нас есть, там, с нейросетями, с компьютерным зрением, там, 2000 снимков, соединили с опытом агронома, который 20 лет работает в хозяйстве, директора. Вот, и мы каждое поле, каждый клочок прошли и отредактировали. Вот, непростой был путь, мы к этому два года шли, но, тем не менее, то, что там уже на стене висит, директор хозяйства Борис Викторович сказал, ну, на 96% вот, она соответствует действительности. Вот, значит, вот это пример, который я вам показываю, вот, это хозяйство, известное хозяйство, которое занимается прямым посевом давно, Алтайский край. У нас вообще география хозяйственная в основном сосредоточена вокруг Казахстана, Саратов, Волгоград, Алтай, Новосибирская область. Где условия засушливы, где нужно очень четко думать, сколько удобрений внести, потому что внесешь много, можешь пролететь. Вот, не внести, тоже можешь пролететь. Вот, вот в Краснодаре им проще, там 2 сантиметра мафоса внесли и 4 сантиметра селитры, и в любом случае они получают хорошую маржинальность. Вот, поэтому там точное земледелие идет трудно. Вот, оно там и не нужно, может быть, им. Вот, а вот предприятия, которые работают в степной зоне, видите, даже вот прямой посев, то, о чем первый докладчик говорил, что, ну вот, промойны такие, склоны такие, что, ну, даже наличие мульчи, наличие стерни, вот, и высокие технологические уровни, там 4 тонны яровой пшеницы, 3 тонны ярового рапса, вот, они им позволяют уберечь почву от водной эрозии. Вот это вот разрезы, которые сейчас я вижу все чаще презентации, мне очень приятно, что у нас наконец-то стали обращать на это внимание, вот, сегодня уже от двух коллег я видел здесь, вот, демонстрировали разрезы, асфальты кто-то, кто на телефоне, вот, это очень приятно. Вот, для нас понятно, что, когда мы анализируем, что вот эта вот часть зеленая, в среднем дает хороший урожай, вот, а вот эта вот нижняя, со сильно смытыми почвами, вот, она обладает малым тонн салом, соответственно, нам нет нужды туда отдавать полную норму высева и полную норму удобрений, там, как минимум, там, на 30-40% можем сократить это. А вот на сколько на 30-40 или 50, вот, это большой вопрос. И от чего? От какой нормы? От 70 кг аммофоза или от 130 кг аммофоза? Вот это вот очень большой вопрос, который нужно решать, и для этого мы закладываем вот такие участки прямоугольной формы на поле отдельно в красной зоне, отдельно в желтой зоне, отдельно в зеленой зоне. И в эти участки у нас сейлка автоматически высевает ту норму, которую мы задали. Вот, если по-другому покрасить, вот она, получается, у нас эти квадратики, они внутри однородной зоны, но они с разной нормы удобрения. Мы берем, там, 50% нормы от того, что есть в техкарте хозяйства, 80%, 100%, 125%. Вот, долго к этому шли, но, в общем-то, понимаем, что это правильно, и это нам позволяет уже непосредственно в условиях этого хозяйства собирать вот эту аналитику. Ну, давайте пойдем по цифрам. Значит, вот это верхние четыре строки, это у нас красная зона. Вот. Потом желтая зона, потом зеленая зона. Если смотреть по деньгам, то у нас в нижней части 60-65, это выручка за вычетом всех затрат на удобрения, вот здесь 19-20. То есть, понятно, ну, куда вкладывать, понятно, на что делать акцент, понятно, что... Что-то мы перестарались, по-моему, с безопасностью, графики пропали. Вот. Значит, в желтой зоне тоже это поле хорошее, и там 57-60, ну, то есть там отзывчивость на удобрения очень высокая. Вот. В красной зоне мы видим, что ни минус 20% от полной нормы, ни минус 50% нам не роняют урожайность, вот, потому что она и так там низкая. Вот. Здесь она 18-17 центнеров. Яровая мягкая пшеница. Вот. А в желтой и зеленой 48-50-56. В зависимости от нормы удобрений. Дальше есть... А, это сводный анализ маржинального дохода. Сколько мы получили, перераспределив эти удобрения, сколько мы получили в желтой и зеленой зоне, мы получили прибавки урожая. Вот. И мы видим 584 тысячи рублей дополнительной маржи. Вот. С поля 280 гектаров. Вот. Это пшеница. Значит, цены приведены. Там диамофоска 42 500, 14. Цена реализации. Ну, это, конечно, космическая. Вот. По гороху. Хотел тоже график показать. Вот. По гороху здесь поле, оно более однородное. Вот. И здесь у нас 42 начинается, 45 в красной зоне выручка за вычетом затратного удобрения. Мы специально читаем, потому что, ну, все остальные статьи тоже можно убрать там. Вот. Но у нас все остальное одинаково делается. Защита полностью одинаковая. Норма высева одинаковая. Мы меняем одну переменную, только норму удобрений. Вот в этом случае. Вот. И 62-56 у нас с гектаров зеленой зоны. Вот. Алексей Владимирович, не только. Хорошо. Давайте я тогда перейду к опыту, который мы получили здесь. Вот. Здесь очень плохо видно, но на открытой поверхности снимок 2001 года вот эти вот все красные зоны, они очень хорошо на фотографии видны. Они проявляются на фотографии посевов. Они проявляются на внутренней полевой неоднородности. И потом, после обследования, после того, как мы проанализировали все, мы сделали карту задания, разработали схему опыта. И вот что важное. Вот видите, как коллеги попросили, здесь у нас огромная линейка, семь разных норм удобрений. Вот. И вот это вот уже аналитика, которая мы сделали в этом году, там, интеграцию с Росельмашем. Вот. Они купили датчики от Росельмаша. Мы специально провели мероприятие накануне перед уборкой. Вот. Мы пригласили из их IT-отдела людей, которые за это отвечают, чтобы они переняли опыт у тех как соседей из Ростовской области, которые этим занимаются очень давно. Вот. В прошлом году они на дне поля показывали, что у них на площади 100 тысяч гектаров 1200 делянок опытов. Вдумайтесь, 1200 делянок опытов они встраивают просто в производство. Вот. Это не мешает, это не как бы не останавливает, даже где-то ускоряет процесс, потому что у них техника откалибрована, карту загрузил, там 15 полей, и механизатор просто едет, она просто переключает норму. Вот. Они параллельно снимают данные. То есть они помимо выращивания подсолнечника, пшеницы, вот, получают еще выращивание данных, на которых они могут опираться. Вот. Потому что, ну, не уже не как бы никто из научных коллективов не может догнать по технологическому уровню производства. Пожалуйста. То есть можно сказать, что неполгородный участок не имеет на своего значения? Ну, если не выгодно, будет увеличиваться? От природы зависит. То есть если там песок, то вы туда как бы как кормить, не кормить, если влаги нет, то там не вырастет. Там надо смотреть. То есть это, например, помните карту я показывал, там сильно смытый склон. То есть там мощность гонусного горизонта осталась там 18-20 сантиметров. Ну, это реально. Вот у них целинный район Алтайского края, вот такие косогоры. Вот. И там все на них, влага стекает, и летом все выгорает. Вот. Поэтому, да, там можно спокойно минусовать половину от средней нормы, и даже не печалиться. То есть там 20-25 аммофосов рядок и там 100 селитры на эту урожайность вот это как бы ну, 20 сантиметров. Что-то. Виктор Калиневич у вас. Виктор Калиневич, а что в новом вопросе по политическому деле? А, отличный вопрос. Виктор Калиневич, кто-то по-другому делу изучает, знаете ли? У Доспехова, конечно. Тимирязиец наш. Я понимаю, что я сам написал рекомендации по изменению исследований в вашей технологии прямого посева. У меня мои коллеги, знаешь, как в Сесаре и Чешу. Вы поэтому не пишем. Вот мы, ваши коллеги, они суровые. Вот они потом накинутся. Вот мы как-то с фермерами так по-простому, по-деревенски стараемся с холдингами, с фермерами. Вот. Да, вот если можно, слайд. Да нет, просто скажите, что там нового. Смотрите, значит, часто бывает в производстве опыт. Мы сделаем полполе на полполе. Вот. Вот мы первый раз столкнулись с Таврополя. У вас там ребята сделали, значит, Прозара и Абакус. И у них один из этих фунгицидов дал 10 центнеров прибавки. Мы смотрим, думаем, откуда, ну, вот в чём вообще предпосылка-то. Оказалось, что у них один из этих вариантов опыта попал на солонец. Всё. То есть надо сравнивать в однородных условиях, если мы хотим понять. Ну, вот надо понять свои условия, потому что они разные, да. Где-то будет совсем, может, надо этот кусок оставить. опыт производственники опыта не занимаются. Они занимаются производственной проверкой. Опытное дело это другое. И сразу начнется повторение, законы, которые есть. И то, что опытного делать навыкать нельзя. Если вы не что-то защитник, не совместно, что тут есть члены не советы. Поверить, какой-то проблем. Я ищник диссертацию защищаю. Да. У меня такой вопрос. Спасибо большое за похвалу. Очень приятно. Вот. У меня вопрос. А здесь есть производственник? Может кто-то поднять руку, кто производственным занимается? А опытами кто-нибудь занимается у вас? Нет, это мы науке занимаемся. Вы в производстве опыта не ставите никакие? Что я не знаю? Ну вот, исследуете какое-то... Много стажет опыта. Во многих хозяйствах есть пара, но они испытывают то, другое, третье. Много, конечно. Но у них другая цель, задача, понимаете, у них в производстве никакого, у него цель, задача найти лучший вариант. Он нашел, а все равно бросил и пошел. А ты в науке не имеешь права бросить, ты должен три года получить данные, обработать математически, доказать, что это так или не так. И только тогда вы не на защиту. А вот он сделал, и правильно, я тоже за тобой работал. Я взял, посел на публике, я выбрал лучшее, и пошел на все выбросил и пошел дальше. Понимаете, это разные вещи. Вы мне прям сейчас напомнили, почему я ушел из науки, из кафедры, пошло виднее. Меня там тоже пытались построить, а я говорю, не, не, ребята, я не готов строиться. На самом деле вы правы, с одной стороны, а с другой стороны, когда мы приезжаем к предприятию, которые гордятся своим опытом, и они ставят такое огромное количество опытов, в которые их же сотрудники, их агрономы не верят. То есть, они это делают, они тормозят нормальный ход весенних полевых работ, они растягивают уборку, они убирают эти опыты и сами своим опытом не верят. Вот, поэтому, ну, а как, а где они возьмут данные? Соответственно, результат будет. Да, спасение утопающих, делал рук самих утопающих, тут без вариантов. Спасибо, Алексей Владимирович, давайте будем двигаться дальше. Субтитры сделал DimaTorzok